В октябре школьников-спортсменов, которые пострадали в жутком ДТП, бросили на произвол судьбы. Так считают матери выживших ребят, двое из которых остались инвалидами. Женщины требуют от чиновников обратить на детей внимание. Говорят, каждому из них требуется реабилитация и постоянная поддержка. Полгода назад девять наших детей попали в аварию. Один из них, к сожалению, погиб. Остальные восемь живые, но с тех пор никто не интересуется их состоянием. Наши дети уже перенесли по несколько операций. Двое из них инвалиды. Им нужно постоянное лечение и реабилитация. Обратите на нас внимание. Жуткое ДТП случилось в декабре прошлого года. Тогда школьники вместе с тренером ехали на соревнования в другой город. Один мальчик погиб на месте, остальные получили тяжелые травмы. Специальные обращения матери решились записать после того, как в семьях наступил кризис. Женщины говорят, реабилитацию детям оплачивают исключительно из родительских карманов. Но сейчас потянуть такие траты может уже не каждый. Матери считают, что чиновники просто забыли про теперь уже бывших спортсменов. Впрочем, в управлении здравоохранения утверждают обратное. На сегодняшний день все дети наблюдаются, на занятии ходят. Только двое на дому учатся по медпоказаниям. Теперь этим двоим детям мы оформляем документы на инвалидность. На инвалидность оформляем. Далее по медицинским показаниям, по решению врача, они могут получить еще дети, дети, реабилитационные мероприятия в области.